салют мальчишки и девчонки здравствуйте ребята подписчики и просто так смотрящие минус 0 5 градусов у нас дождь идет и вот такая колея здесь да не знаю что на поселке я звонил присаде надо почистить ней пока не надо как пока не надо вот это вот сейчас все замерзнет завтра после завтра и и и все потом трактор же ничего взять не сможет он будет брать только верхушки а середина яма от колеса он брать то не будет трактор не знаю может на поселке не так конечно разбито как во дворе но я думаю что если даже не больше разбитых говорить не надо это вчера звонил сегодня не звонил конечно не спрашивал время 4 часа в 16 не хочу навязывать но просто потом цель понимаете какое качество чистки луи пока снег как масло мягкие его надо ножом по срезать и все пока есть возможность а потом конечно будет беда но чё предложил мне сказали не надо не знаю даже чё чё сказать вот три дня вот теперь пойди уже все все не должно по идее похолодать потому что больше трех дней вот теперь нифига не бывает она не может посреди зимы быть вот теперь больше чем три дня ну все тротуары почистили видите все вычистили пока она мягкая все снялось без проблем а он говорит не надо да уж так завтра воскресенье смотрим чё с тачкой мне кажется ее продадут цена смешная а так надо ехать за маслом выбыла потому что масло нет так как раз бы тачку был купил бы и еще бы масло привез бы ну съездил я на деревню посмотрел да действительно там колейности ни хрена нету нормально а на соседнем деревне там колейность большая потому что я-то чистил почти до земли как бы а эти чистили так себе поверхностно ну и там поток машин больше там колейность есть каш каша там короче там не колейность на такая каша вот съездил масло привез гидравлическая соляры привез летний с участка я посчитал у меня 50 канистр летней солярки по 20 литров ну там то хранить ее в гараж холодный солярка замерзает парафин высыпается потом летом но остается на дне литра два полтора в каждой канистре выливаешь это и просто в помойку ну мыть запчасти оседает этот парафин он полностью не растворяется ну когда кипятишь соляру утро тогда он растворяется я как это мне еще делать она в пластиковой таре и смысл мне кипать кипятить парафин выпал это еще и лучше что выпал правильно он не растворенную двигатель не попадает в топливную аппаратуру ну как бы с одной стороны хорошо вот привез сюда вот канистры остальные там оставил здесь хоть тепло но выпадать не будет в осадок сейчас хочу поменять масло гидравлическая вот гидробак там есть слив но там краника нет как на солярке там откручивать надо а как-то круче гусеницы мешает надо по идее башню поворачивать сейчас как-то буду башню поворачивать может какая-то часть масла сольется со шлангов но мне и надо как бы слить правильно поставлю новый фильтр попробую и залью свежее масло два больше хз знает как что делать сейчас так попробую получится не получится по идее должно получиться вот он сейчас конечно сухой надо наверное начали этот шланг заменить топливный мне не нравится он болтается как сопля весь солярии то ли он течет то ли они когда тут лазили чего-то то что все солярии видите все шланги солярии фиг его знает может быть они когда лазили там какая-то соляра была летняя может замерзла они может снимали там чё сейчас вообще это непонятно чё здесь было кто это делал вот там насчет человек писал счет бокса вот ты пенопластом обшил как тепло стало или нет блядь ну а разве что то есть теплее чем пенопласт что теплее но есть пенопласт бе вот есть пелопласт белый плотность такая как дырявый да есть плотность вот там стенка лучше да есть пур наполнитель есть пир наполнитель есть экструдированный ну хэзэ чё тут 50 ворота голый металл наверное пенопластом зашить самое эффективно будет если ты зашь минваты то минвата будет потеть от конденсата от воротни и сползет она и будет течь будет вода вытекать пенопласту как бы пофиг вода затекла вытекла ничего ну я не знаю когда у меня вообще кролы металл был конечно было в ворота все мокрые были текло по ним а так чё какой пенопласт у меня есть сэндвича бокс вот сэндвича пор или пир наполнитель вот одна такой наполнитель пир вот это нет у меня никакого другого эта стена тоже из сэндвича эта стена она с соседом общая на обшивка я имею до общая колонны мои моя стена жесткая и жесткая стена обшивка между нами у меня 50 пенопласт 100 странами там не знаю 30 50 пока ученикам какой пищ-мишь как обычно над ебись и лист железа у них там жесть прихуячен у меня баннеры висят баннеры тепло конкретное дают вот реально баннеры дают тепло то есть я их повесил сразу улучшилось намного теплее стал и заднюю стенку 50 пеноплексом обшил там земля блоки за блоками земля вот она холодила стенка писье с пеноплекс вообще реально ну дал тепло ну это просто человек видать видео не видел и спрашивать теплее стало или нет а блин у меня было уже все из пенопласта то есть я до этого ну вот стенку только обшил потому что блоки были мокрые постоянно а за того что конденсат шел земля холодная в боксе тепло и стена плакала постоянно вот я и зашил сейчас все сухо ничего с ней не течет ну блять ворота я у меня давно утеплены они даже не зашиты просто пенопласт приклеены как бы я ну ничего это ну так было ну как бы я так сделал практически сразу как я сюда трактал стал ставить я сразу же утеплил ворота эта стена была утеплена но без баннера баннеры в том году повесил реально баннеры тепло дают вот если у кого есть возможность баннер на стены вешаете они вообще писец держат тепло держат и ветер держат то есть как бы но он не продувает через них они не продуваемые ну и плюс светло от них сразу же испачкались не хотите мыть открутили их новые купили баннеры все я баннеры покупал 3 на 6 размер 800 рублей вот такие цены были в том году не знаки и в этом году а поза том по 500 рублей а баннеры брал 3 на 3 на 6 меньше нет смысла но с моими вот этими пролетами меньше нет смысла брать вот он один висит 3 на 6 подрезанный и все вот он ну не до земли конечно вон там до земли еще остается он видите сколько то есть я их использую вертикали стена получается 350 или 360 мне главное чтобы вверх был чистый а там у меня все равно всяким завалено там без разницы потом я хочу там листы цсп закрепить ну плоский шифер найти этот без без ты который чтобы эта стенка была жесткая низ был жесткий для того чтобы ну там что-то чё голый голый этот пенопласт составлять машинка решит резной пенопласт плавится от искр вот это чё херово понимаете баннер как бы защищает он не дает а низ вот машинка режешь пенопласт от искр еще выгорает и все ну ты что надо разгребаться и пытаться его завести сейчас прокачать топлива и шланги поменять и перегнать его ну что тут увидел я с духом снял значит вот это мне не нравится что это такое что тут все этих коллекторе впускном какая-то фака живет самое интересное что с ним такое почему он крутится я не могу понять что это такое когда впускном коллекторе такая херня это либо картерные газы правильно идут либо ну может быть еще и клапанами проблема так то логически так я понимаю сапун здесь интересно выходит коллектор но чтоб сапун здесь выходил коллектор я не вижу этого я не вижу хэзэ не знаю вал газа целый нормальный не знаю что это ну а целяр течет отсюда немножко непонятно у них видите как сделано обратка как на опеле в подачу уходит видите какая херня сделана у них то есть обратка в подачу идет вот такая схема у них типа по системе век 3 вектора ну и на пассатах уже тоже так было сделано тут что-то непонятно шланг почему-то за за кольцова на эти может какие-то выходы на печку херна чё такое не знаю зачем то сделано может натуре выходы на печку курс подача это на эту обратка может быть на помпу не ясно пока что мне это ну ладно хочу еще обнаружил здесь шланг нонка не протертый насквозь конечно на вот эти грязь какая воздуха не фильтр до воздушный был охуительный охуительный фильтр свечки он здесь менял он мне сказал что свечи меня но сейчас мотор сухой был солярия ну скорее всего что то не тут или гайки окручивали или еще что-то ну вроде вот видите мокрое все солярах ну хрен знает чего не тут делали теперь вопрос вот это что такое как она лечится теми болтами что ли выкручиваешь и не вот этот наверно один вот это не нравится сапуна нету а коллектор впускной у мазута да как такое может быть на не знаю задний сальный походу начинает скоро видеть отчет этом это явно моторка скоро задней может и башет сильно может уже и башет сильно я же этого не знаю так ну ладно пока по решим то что мама топливная шлангу надо поменять устранить вот эти вот течи вот эти вот что-то такое за хуи то потом пойдем дальше понятно что двигло дергать не собираюсь по крайней мере сейчас салит меня и задний хоть еще осталось еще двигло разобрать для полного счастья нет это я делать не буду так схема тут такой болт выкручиваем он вынимается вот пас видите что там что там что там там есть что то вот это я только не могу понять откуда же но там верется если туда сапуна нету выхода что он конечно где то есть выход сапуна туда а вот блять сапун все все нормально вот я увидел вот сапун тогда все понятно что здесь может быть это все дело тогда да здесь сапун значит значит здесь ну немного скажем тогда ну да там масло походу никогда не меняли блять масло вонючая писец все теперь все понятно вот сапун потому там так черное все так ночью блять стартер стоит вообще жутко неудобно так ставьте кончится и считай тебе писец блять чтобы оттуда вытащили надо будет хорошенько постараться и тепловуха отвалилась так конечно херово не загореться блять еще уху его горловине есть фильтр сетка но он вообще заебись до до ком бы целый был бы вот так вот вот так вот целый был бы было бы конечно хорошо вот так он конечно чуть-чуть поврежденный да чуть-чуть поврежденный какой-то мусор есть там так что сетки хана но вещь хорошая блага сделана залил летний соля ручки насос смотрим как качает что нормально качает качает нормально Так, привез свои резинки. Ну, это, вернее, привез. Они у меня с рынка еще оставались. И вот, подобрал одну. Рыночные у меня. А это мне Рома. Покойничка, да, с которым мы в Турцию ездили. Забери, 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 забери. Ну, короче, этому родному хана была. Вот она. И она, вон, ну. Опа. Короче, мертвый. Где-то даже еще целый мешок этих резинок. Потому что я ими торговал. У меня их дохера было. Здесь, походу, нету. Где их сейчас искать? Где-то лежат, наверное, в контейнере. Блядь. Там дохера было. Там большие были кольца под помпы. Хопля. О. Все, нормуль. Я думаю, все будет. Планка обратки тоже вот такой. Ну, естественно, я сломал этот тройник, блядь. Он пластиковый. Потянул он. Шелк сразу же, и нет его. Придется ехать в другой гараж, искать тройник. Что-то делать. Блин, а? Опять переодеваться надо. Так. Сделаю, как было. Видите, заводская конструкция. НВД, главное, нарядная, да? Как на 123-й в Мерседесе. Интересная конструкция. Сюда хоть не лазили, да? Не знаю, посмотрим, что дальше. Посмотрим, ох, трусик газа. Как-то вроде все живое. Что, придется ехать за тройником, блядь? От чего? Там, не знаю, какие-то валялись, но такие маленькие. Есть ли у меня тройники? Сейчас где-то искать придется тройники. Там умывателя должны подойти. По идее. От капота, от гольфа, там, блядь, ну. Вроде такой диаметр. Или от вектора. Тройник можно поставить, по идее. Я посмотрю, у меня от вектора капот здесь есть. Чтобы не ехать. Вдруг от вектора подойдет. Тройник. И как-то надо пропустить его так, чтобы его... Видать, было вот так вот. Потому шланг потерло. Хорошо, не насквозь. Да. А где же мешок у меня с этими резинками всеми? Это я сейчас вспоминаю. Я не могу понять. Я искал в контейнере, который на участке стоит. Я так и не нашел, где эти резинки. Там целый мешок этих резинок. Куда я их, блядь, здесь их нету. Наверху, там вот. Значит, они где-то лежат. На участке, наверное. Че, блин. ХЗ. Так, пробую от вектора. Друг прокатит. С векторского капота снял тройник от воды. Сейчас буду сюда его внедрять. Шланги у меня остались. Раппро. Пром итальянский якобы. Я в Литве брал катушками тогда раньше. По-моему, этот остался. И на обратке остался. Больше ничего не осталось. Ну, че такой нормальный шланг. Сколько я тачка ставил? Не дубили, ничего. Вроде все нормально было. Вообще, тут тройник-то хитрый. С этой стороны такой. Тут тоже маленький был. Тут жирный. А дирка, наверное, маленький. Видите? Ну, такой-то где я возьму. Ясное дело, такого у меня нету нигде. Так, обратку обрезал. Она дубовая вся в хлам. Сейчас отдаю здесь поставить. Все равно придется ехать в другой гараж. Кусок шланги надо поставить. Прозрачные трубки от воздуха, от ауди или что-то такое. Чтобы видно было это все дело. В принципе, обратку снимаешь. Можно быстро прокачать воздух. Или в рукопашную. Ртом протянуть топливо. Ну, бывает такая ситуация. Понятно же, если электронасосы это не надо. Но иногда это дунуть, например, или что-то. Ну, пусть будет, короче. Все равно как-то соединяться надо, правильно? Я же не буду на бак вести шланг туда-вдаль. Это вообще, извините мне, что тут километр шланга надо. Там вот он уходит. И потом где-то он там одевается. Ну, что это? Ну, ее нафиг. Смысл какой? Шланг-то нормальный. Вроде местами больше нигде не перетертый. Вот, видите, вот еще тут есть потертыш. Вот он. Значит, я вот здесь вот отрежу и сделаю до момента, где он не потрескался. Ну, может и дальше поменяет, конечно, хер его знает. Сейчас попробуем, где он там уходит. А, он нихуя себе. Он просто так одет, парни. Я его потянул, и он просто снялся. Смотрите. Ну, там писем стоит. Вон он. Вон он. Так что все нормально. Я потянул, и он просто там на ебись был одет. Так что поставлю длинный шланг нормальный. Блядь, как так-то? Ёпта. Еще что-то вставлено как-то на халяву, на отъебись. Так что, в принципе, нужно надеть новый шланг. Ну, все. Вроде стопленный решил вопрос. Вот, обратку взял это с Ниссана. ТНВД я снимал. Примеры с П-11. Не рестайлинговой. Как раз залез наверх. Смотрю, там ТНВД лежит, снял трубку, прям четко сюда подходит. Вот так вот сделал. Сейчас ничего не докасается. Потом хомутом еще все это пристрелю. Делал. Сейчас пока не надо это делать. Так, ну, топливное вроде все готово. Вроде как все в хоккей. Видел иностранное видео, как чувак менял вот эти резинки. Он мне потом ответил, да. По-английски он базарил. Короче, вот снимает прям все в масле и ложит на сиденье. Вот я сейчас положил на сиденье, видите. Так оно у меня черное и кожзам. А у него белое тряпочное сиденье. Он прям мазурный. Вот эти вот с маслом ложат. Сиденье все в масле. Конечно, подход у него был такой, скажем, интересный. Ну, они тоже такие распиздя. И у них отношение к этому всему. Пошел, купил новое, а нахуй, да и все, и похуй. Так, ну что, может... Нужно пробовать заводить, по идее. Все качает, все нормально. Шланг удлинил. Все вроде зачет-почет. Сейчас надо шланги в ядро засунуть. Вдруг масло хлынет. Так-то, по идее, конечно, может хлынуть масло. Сейчас так положим. Вот эти вот шлангушки сюда. И сейчас будем пробовать заводить. Она подзавоздушена. Она, скорее всего, сейчас так просто не заведется. Но поглядим. Так, сейчас надо тут провод соединить. Переноски провод перебитый. Как бы не пиздануло. Так, ну, что-то вроде как, что-то по идее должно. Так, свечки. Свечки я же не это. Массу не подчипил. Ну, из массы не будет работать, я как понимаю. Сейчас массу щепим куда-нибудь. Что-то вроде да. Воленья гаснет, но нет. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Что такое? Воздух, да? Что-ли? Что такое? О-о-о-о. О-о-о-о. Че, блядь. Ты че мозги компассируешь? Не работаешь? Почему-то ты... Что тебе нужен? А? Ээээ, слушай, не работает? Понял, в чем была причина. Краник был закрытый. Понятно, нет? Вставай. Он схавал то, что было в ТНВД. И все. О-о-о, пошла мазута. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о. О-о-о-о. Блядь, быстрее повернуть надо, епта. да со шланга бежит успеть повернуть как-то еще это все дело у блять ва за чудил дачи немые и оппалки душегубка офигеть можно как развернули его ведро не уронил даже качает до есть раз глушил выводил перри вставлял до это я забыл просто этот краник вот этот вот этот не знаю как был вот так когда я все вот так сделал короче работает все все хорошо работает просто не внимательно поступил так вроде повернул сейчас надо масло бака с этого как-то ну там наверное его нет уже здесь то нету понятное дело на самом деле на этом еще есть полюбасу и фильтр там грубой очистки сетка есть это короче они давеча смотрел канал один в деревне там про чувака но он там комедию конечно ломает это понятное дело он псковской области там живет и у него там гуси и блять хуюся ну короче типа фермерское хозяйство и называется ну один в деревне но я конечно сомневаюсь что он один деревне подписывает вот и вот он купил там еще этот и вот он ковырялся менял масло туда-сюда вот снимал этот фильтр весь забитый был говном поэтому надо его тоже снять наверное я думаю так и и попробовать поменьше почистить его промыть бортовые потом менять но сейчас бортовые никак она поворачивать их не вижу смысла вот она здесь все вот этот я так понимаю фильтр знаю видно не видно вот по идее пробка распределитель что-либо стоит лушак вроде целый помятый маленько так вроде все целое интересная крышка есть то который коллектор закрывает поворотный есть я не проверял когда покупал ну подразумевалось что он технически ну исправен но и комплектный правильно но верить конечно никому не стоит в очередной раз я убедился что верить никому не продавцы они сами-то не знают есть там чё или нет они также купили продали цель заработать бабла ну конечно какие-то первичные там видит симптомы но прежде всего он видит количество наживы сколько можно с него получить и собственно это первое его волнует цифра с чего можно заработать бабок если будет такой экскаватор продаваться в идеальном состоянии ну сами понимаете он будет не дешевый то там ничего то не заработаешь как правило я там с машин скажу вот когда мои кенты раньше вот мой друг возил тачки с бельгии голландии он говорил запомни если пробег меньше двести восемьдесят тысяч тачку не купишь его почему потому что грит иностранцу нет смысла ее продавать у него гарантия двести восемьдесят тысяч поэтому он просто не будет продавать эту машину и вот покупаешь машину у нее с бельгии с голландии вот реально она видно что она бушная но состояние хорошее да вот такое а как бы пошло вовремя обслуживались хорошие масла заливались качественные запчасти вот вот они сматывали до семидесят до восьмидесят тысяч в нашем понимании там натуре столько и есть пробег ну на самом деле там пробег был 300 350 270 290 а мы смотрели на это состояние нихуя так она новая и ну всегда когда они привозили на заказ тачки они были дороже потому что заказная тачка она заказная потому что там ты берешь качественную тачку по любому и ну как бы человек себя как бы спросили когда ты продаешь так на рынке без заказа было раньше но берешь просто нормальную просто нормальную визуально там все так что была нормальная тачка там тоже таких тачек дохуя бывает кривых я помню он омегу привозил омегу а турбодизель 92 года и там короче прикиньте не 91 пробег был вообще там 90 спидометра не сделали так около 300 пробег был да так там движок представляется блять не от этой тачки стоял то есть от пизженной тачки стоял движок и пришлось номер перебивать двигателя тогда это хуй знает когда также помню мы короче брали дизельную омегу b 2 и 5 тди там от бмв мотор все знают стоит да она ебашит как умалишенная жрет соляры мало все короче стали приезжаем сюда мы растаможили все ставим на учет блядя движок блять пизженый нам пришлось короче ехать литву и ну короче делать чтобы был не пизженый движок а хули делать нихуя не сделаешь ну чё блять а тачка вот ляля с виду вообще пиздатая другую там вот он с бельгии пригонял омегу на ней давление горело тачка огонь идеальная будет прям просто блять она как вот охуенная новая давление масла горит и все на холостых как почему хз ну конечно не там стуфтили ничего не стали чинить там через реле запитались с аккумулятора ну как обычно короче перекупы делают все блять и знаю . продали не продали ну вернее продали что дальше история неизвестно а может банальный клапан редукционный на ебнулся и все надо было то чуть-чуть поиграться чё приступаем с сливу масла снять у фильтра сколько там масло еще осталось 22 там пробка посмотрим хватит газика или нет сколько штамм литров литров 40 что ли это часть выкачала уже ведро ну давай уже кончайся там не закручивать что-то ну ёпта главное не в руках ну как не надо не затекло так она она воняет галлю но не сильно а так чисто ну сейчас хватит резинка здесь держится дохрена чего тут масло теперь сколько тут масло то охренеет что так много то ну ёпта 5 отливать что ли дали давит масло дали давит да блин что-то дохера там три тазика почти масло и ведро что так дохера то сколько там 40 что ли литров сет какой-то чё так много 1 ищи у него магнит здесь был здесь нет магнита ведь его у митсу биши нету магнита а у иши есть магнит магнит это хорошо магнит это хорошо да чё то дохера а пока вроде говно никакой не сыпется стружка монету чистый бель масла без стружка мда уж нафигеть можно стука масла ёксель-моксель куда стука масла мда да хомут чтобы другой страной какой идиот его поставил если надо его отсюда его крутить это как то сейчас это реализовывать как то надо потихоньку ну щас блять так она тебе туда и лезет блин нафигеть можно зачем так сделали можно было здесь поставить хомут и крутить ключиком конечно это сделал непонятно что тут место он вагон нет надо было так сделать а за идиоты приклеившийся еще кому это пришло в голову поставить хомут этой стороной сюда за дебил дрянь такая не хочет пока разворачивается ясно еще откручиваем феном греть шланг придется он каменный я замучился снимать шланг у меня в боксе плюс 15 я его заебался снимать а этот на улице снимал когда снег лежит явно минус наверное сколько-то было 5 так сейчас кинул оттуда вот с наборника с насоса сейчас там сливаю потом буду сдергивать отсюда его открутил по кругу на 13 там фу бля вот это конечно сделано здесь я вам так скажу не очень легко учебный такое что-то мне хуя не нравится и ты резинка здесь какая-то что-то тут бля тут кусок есть только скамблать нету нахуй поймешь бля что здесь бля они на месте это солидол что-ли а смазка торчала я взглянул пиздец резинка уроны все нормально сколько там еще масло к интересному стягивал так ногой уперся в раму и вот так двумя руками стягивал это вообще песец конечно еще потом эту трубу мусора не натянуть давай баллась он там конечно все налил на землю ну не на землю у него гаражи там земля на полу короче бери он там полный рукаван их ну а как тут на эту площадь песец к но теплую шла хер снимешь на холодную хотел снять че там чисто не насыпалось туда мусора у нас в трубу вроде все нормально очень не могу снять никак уже блять вот так вот монтажкой отжимался трубой не могу никак вытащить его оттуда вот эту фланец от бака оторвать не могу хз что делать все четыре болта сняты держится так чтобы его не оторвать короче не знаю что делать главное что ударить туда и как отсюда подлезть попробовать то можно конечно как туда ударить можешь попробовать не знаю блять как-то отжаться попробовать вообще не могу понять там сесую пальцем сетку внутри сетка ну у того было там герметика в какой-то ленты фум было блять нахуярена вокруг я не знаю можно вообще грязно там то есть он реально вынимал ее и так то там вроде но хуль там сетка на gcb железная трубка с дырками сетка блять как его оторвать пойму вообще нафиг ну тут есть уступ но блять как-то за него возьмешься как-то оттуда с улицы надо монтажкой может так и вот так подставлял и пытался отковырять вот от этой рамы отжимался ни хера нет не пойму ничего чё за хрень такая блин а ладно надо завтра ставлю утро вечера мудренее блять может вы чё подскажете кто кто-нибудь может уже менял такое чё она так сильно держится или не лезть туда нахрен вообще я ну охота уже разобрал вынуть то ее посмотреть что там есть там говно какое-то нету как бы там скажем 50 на 50 может быть есть там грязные или нет ну хотелось бы конечно жалоство этого засунуть посмотреть чё там да как мне лично хочется это сделать так то конечно хрен знает надо ли это но лучше уже быть уверенным да конкретно залезть там все посмотреть чем блять гадать как там ничего все кто знает дайте знать спасибо за внимание жду комментариев ну чё делать спасибо за помощь до свидания